Всем доброе утро. Мы начинаем представлены, посвященном на фестивале «Коложан», который ходит здесь, в «Коложанском рационале», на фестивале «Коложанского рационала». Мне зовут Евгений Карась. У нас сейчас присутствуют кураторы этого проекта. Я представлю Евгений Карась, Карась Балерея, водка к руководству сельсуле. Почему это важно? Потому что значительная часть работ коллекционера Олега Васильенко была куплена на сельсуле. И это сейчас одна из самых активных коллекторского отресения на площадке. Круководству сельсуле и куратор, антиэксперт, коллекционер. Также присутствует один из инициаторов проекта Олега Васильенко. Можно сказать, что коллекционер украинского «Коложан». И присутствует Александр Кляков, известный журналист, фотограф, историк или знакомый туристой фотографии, куратор с большим массажем, фотограф и институтный форм, художник, который делает потрясающие коллажирки, которые в том числе и здесь представлены. Первое, что нужно сказать, что это тревогные варианты. Эти потрясающие расходы, которые мы здесь видели. То есть их можно, наверное, часами рассматривать, только те коллажки, которые столкновения, постмодернистское экзитирование, тот журналист, который можно выменять отдельно, в котором есть контроль. Несколько слов потом скажет Александр Яглера. Украинское искусство тоже так что-то сформировано, и нам нужно было формировать все вместе сообщество, выявляя и формулировая украинские евреи. Я знаю, что... Ну, я очень надеюсь, что получится. В институтском сценарии, в институте Александра наняли выставку, фотофотографию. Мы этого ждем в 30 лет. Я знаю, что Александр в этом время нам участвует. Мы как-то надеемся, что этот сценарий, это будет намекать вот этот сценарий. Ну, по честному большому, большому, большому явлению произвести коллаж. Я думаю, что он будет иметь, кстати, арсенал за партнерство, и все, кто нам помогал. Там, ну, супруги, там, Анны и Александры Пашунки, вот и так далее, да, которые... То есть нам ученики помогают, да, потому что это инициатива, ну, скажем, малкой команды, начальник, которого я потом подключил, если он подключился, Александр. Вот, или там, наверное, микрофон один, да, это единственное, что прошло в ней, и перспективы чуть дальше, где-то было живое, там. Олег Населенко, коллекционер, кто будет готовы, вот здесь мы всегда, в Исколенции, в порядке лимбийской работе. Доброго дня всем. Ну, я, наверное, вам скажу, это все причиналось, потому что лица взялись в начале, и это было где-то, 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 близко року назад, но мне взялись группа 700, из которой я запрошу 90% из своей своей коллекции, измещаю их на пиле, поэтому я просто провожу. Вот, взялись эту коллекцию протягом 7 месяцев, и после того, как в коллекции уже было больше старых лет, это была идея оборудовательства. Я начал шукать, скажем так, людей, которых меня поддерживает в этом, и первой человек, которая была профессиональной организации, был Ивхан Караксин. Вот, я оцениваю и рассказываю про эту идею, и он начал называть имена курателям, которые могли бы учиться в этом проекте. И было называемое имя Олександра Соловьева, который был в этом году. А на этот момент я великим куберателем мастерского арсенала. Я написал с помощью Евгена из фильма, можно сказать, листа ему в фейсбуке, где мы, так можно сказать, уже тонко окреслили праймливую выставку, почему это важно, почему это будет классно выглядеть. Вот. И Олександр Соловьев, зацикаривался, сказал, что я привез работа со своей коллекцией, я привез вот эти работа, персонал, мы разу переглянули, и он сказал, ну, может быть. И тогда, как они начали подключаться, в Адин Ген, в Адин Ген, в Адин Гене в Адин Гене в Адин Гене в Адин Гене начали запрошувати уже художников скажем так, першого рівня, який займается в Адин Гене, для того, чтобы максимально обновлити выставку, чтобы была максимально большая культика имен, чтобы показать максимально широкий спектр авторитетов и сегодня на этой выставке представлено 132 работников и 40 художников из них, как молодых из всех точек Украины, так и художников первого ревня, так как Пола Хроменко, Александр Вольфов, Ильичин. И уже на юге, конечно, хотелось, чтобы эта выставка стала постоянным сегментом нештового персонала, как паперовый коллаж, книжки в большинстве памятники, тоже паперовые, и это очень круто объявляет одни на одни, и, конечно, в следующем году хотелось сделать выставку академического уровня с решительностью работы известных художников, брать выходы молодых художников и, конечно, сделать больше манта выставки. Пока что планы не будут. Я очень благодарю Евгену Каресу, Александру Соловьеву, Александру Лякову, Соловьи, Сергею, Лесе, Асадовске, весь этих людей эта выставка была. И, ну, я сейчас хочу передать слово Александру Лякову, куратором, суббуратором, или, там, членом нашей кураторской группы, Александру Лякову. Здравствуйте. Я оказался много замечаний на этом плане, потому что я задорку снимаюсь историей фотографии и должен был здесь сделать серьезное сделанное фотографическое фотоаппарат. Но, к сожалению, доступно другого автора договориться. Остальные будут и согласились с вами работать. История фотоаппарат украинского безусловно конечна и имеют очень такие давние корния, я бы сказал, по общему европейскую полицию. Начиная с, ну, может, даже и до перерыва 18-го года, 20-е годы очень активно есть художники и европейцы на развиваниях товарищей. Но в 30-е годы почти все и люди стреляли и вызвали просто христики революции. И, к сожалению, это продолжало в 60-е годы, когда творцы опять вернулись и положили под влиянием западных каких-то тенденций, Бобарта и всего остального. Так что там, в принципе, нахитизм этот мир, который опять вернулся. И вот это преступление против социалистической идеологии, и опять нахитизм нахитизм и туда. Пожалуй, тогда существовало только в среде потомок. Потому что они снимали, резали, и дверьми. Это была русская такая забыда света, туда не проникали какие-то лишние идеи, особенно какие-то показывали в педагоге. Это гололюбериское движение, поэтому обращали внимание. А последнее время, как изучают монографические коллажи, сам коллажист от резиденций в мире, до вселенной. Сплеск наблюдается. двадцатые годы, перед войной, мировой, после 50-х, 60-х годы получили сплеск, потом 70-х годы. Сейчас через годы наблюдаются сплеск, две, группы. Есть очень крупные журналы на Западе. Часто в Сибири города коллаж. Они ведут учет вообще всех коллажистов мира и обращаются ко всем, что вы писали. Особенно интересуют группы коллажистов. Это очень интересно. Дурнерская группа коллажистов. Они отличаются тем, что покупают книги известных художников и фотографов, и режут их, и делают какие-то коллажи, и наставляют. Здесь получается очень интересно. в том плане, что представленные половины видов коллажистов. Потому что коллаж – это общее, меняющее понятие. Там существует аппликация, и еще и техники, и направления, по-действию, Это стих с цинкозетой очень интересной. анастасия поделилась совершенно увлекательной ювелирной стихой, не знаю, на который как вполне 10 должен быть. И кончайшая совершенно это Украина. Анастасия Александровна, я хочу просто дополнение, что то, что нужно сказать, что постройку мы выставили этот стратегистик внешнего арсенала, поэтому здесь именно бумажный коллаж присутствует, то, что полагонично написано в статику о все напечатки, бумаги. Хочу большинство из этих положений особенно это либо фотография либо вывески журнала в газет и какой-то бумажной истории. Поэтому есть бумажная часть коллажа или бумажный коллаж. Да, есть чередик там тоже используют вывески журнала и немножко другая система положения. Но это диражные положения. Здесь уникальные вещи, которые существуют в основном целях единственных. Поэтому ценность их, конечно, если изменим больше, чем диджитов. Я надеюсь, что дальше это начало таких больших выставок поважал. Традицию что ли закладываем. И в следующем году уважаем чем год, тоже большое событие. на весь государство будет большая фотография очень интересно, потому что Украина из фотографии была не сильно развитой страной до 90-х до 90-х произошел взрыв протяжение назад. Внутри появились много интересных и сильных авторов. У нас все было задвинуто. первые попытки лечения последних трех реакций они как продвигают и в общем не думая этого часа перейдем у вас была работа и теперь инзакерская информация конечно просто открытые вещи и так далее вот я подумал что очень важно сказать как это все начинало очень важно сказать что очень активно из выключился великолепный калашист Сергей изначально который уже не знаю лет 30 человек в Британии который является активной сферой вообще входит там можно из пятерки самых калашистов и в Британии получил именно заколаженную серию очень стихную премию и по сути с удовольствием включился в работу с организаторов не нашло бюджета на его инсталляции на его приезды и так далее и так далее дальше были переговоры с полиция Михайловым который уже с на какие-то технические бои и так далее и так далее то есть смотрите нужно понимать что это частная инициатива которая была не поддержана ну какими-то финансовыми ресурсами внешними да согла достаточно быстро оперативно и больше того очень важно еще сказать что на старте вообще когда проект был задуман команды да отдали возможность реализовать какие-то большие интересные проекты и хотели их поддержать а в том числе их показывать лично очень мало поэтому мы этот проект еще рассматриваем как инициативу которая призывает художников вложить и очень надеемся что вот этот модный старт перейдет в системную артономическую выставку в будущее поэтому огромное спасибо мы всем призываем вымечательные свидетелями этого процесса большое спасибо что вы пришли на этом мы завершаем конференцию и до новых встреч до свидания